Сразу две донорские акции прошли в Орехово-Зойском районе и городе. В первой приняли участие студенты и проходила она в Ликинодулевском политехническом колледже. Вторая состоялась в ДК «Карболит». Пришедшие доноры сдавали свою кровь для Егора Рытого, мальчика, которому поставили диагноз лейкоз. Мобильную лабораторию развернули в одном из кабинетов Ликинодулевского индустриального колледжа. Перед входом с самого утра большая очередь. В акции, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества, решили принять участие почти 100 человек. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех мужчин, ветеранов нашего района с праздником Дню защитника Отечества. А ветеранам сказать, я работаю на своей должности, много получаю таких упреков, что молодежь сегодня не такая. Так вот, уважаемые ветераны, нашей молодежи нужно верить и доверять. И с ними тогда можно идти в разведку. В разведку можно точно пойти с Иваном Дукачевым. Как только узнал, что в колледже будет проводиться донорская акция, среди первых записался в ее участники. Как и все новички, он волновался. В итоге процедуру перенес спокойно. Ну, это мой шанс помочь другому человеку, сдать кровь, потому что люди нуждаются в этом, и я могу помочь им. В акции приняли участие не только студенты ЛДПК. Многие участники узнали о ней из социальных сетей. Сдать кровь решили и члены молодежных активов поселения, и члены молодежного совета Орехово-Зуевского района. Ну, я давно, в принципе, собиралась принять участие в таких подобных акциях. Все не получалось в со временем. Вот сейчас я нахожусь в декретном отпуске, и есть возможность. Поэтому, как бы, считаю, что это какой-то долг чисто гражданский, чтобы, возможно, моя кровь кому-то поможет. Поэтому, собственно, сегодня я здесь. Еще одна донорская акция прошла в Орехово-Зуево. Ее организовали волонтеры. Взятая кровь пойдет в зачет помощи юного жителя города Егора Рытого. Ему поставили диагноз лейкоз. Переливание требуется постоянно. Бан крови обеспечивает мальчика необходимым количеством, но запасы лаборатории нужно постоянно пополнять. Орехово-Зуевцы это делают каждые три месяца. Мальчик сильный, молодец, он маленький герой. Не каждый взрослый человек так все выдержит. Молодец, и мама у него, молодец. Ольга, конечно, терпение. Терпение, выдержки, и все будет хорошо. Маленькому Егорке сейчас требуется дорогостоящее лечение. Его стоимость свыше 38 миллионов рублей. Семья вместе с волонтерами смогла собрать чуть больше 4 миллионов. Подарить Егорке жизнь можно только всем миром. Всю информацию о Егоре Рытого и о медикаментах, которые ему необходимы, можно найти в группе ВКонтакте и на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok